Привет! Сейчас я тебе, зритель, помою посуду с тобой или без тебя. Может мотивируй тебя помыть посуду. Средством от Парлисоя, которое я покупала в фикс прайсе по 124 рубля за литр. Памяти у меня там мало. Не знаю, как оно будет видеться. Поставила уже просто без управления камерой. В смысле без управления. Сейчас я смочу бочку. Вообще мне понравилось его разводить где-то один к одному и в такой пропорции, ну разведенный. Да, я отправила, ну правда без лавни, в деревню отправлю. Три капельки. Не знаю, зритель, как ты, я сначала намыливаю, а потом смываю. Я так в деревне изначально делала. Ну, по крайней мере, мы так в деревне делаем. Ну что, у нас умывальник? Деревня. Я не знаю, ты представляешь, что такое умывальник. Если не представляешь, глянь какое-нибудь мое деревенское видео. Там иногда бывает в кадре умывальник. А если совсем религия запретила или не хочешь искать по этим деревенским видео, вбей в поиск умывальник. Я надеюсь, тебе поиск не забанил нигде и тебе не ленивая, то вот есть у меня подруга семь пятниц на неделю. Я ее вчера ждала, ждала, она то идет, то не идет. В итоге не явилась. И я то, что хотела, не сделала, потому что меня напрягает, когда ждешь человека. И то ли он явится, то ли он не явится. Думаешь, только сядешь делать что-то, а и он явится. Так вот, моей подруге религия запрещает какой-нибудь рецепт найти на том же поваренке. Ей вот всю минуту надо, вот именно, ну не то чтобы совсем всю минуту, она начинает мозги компасировать, что типа это, дай мне рецепт там твоего родственника, как он делает вот это. Я говорю, мы не делаем это, но ты узнай. И я узнаю или там что-то, вот а делает ли твоя близкая родственница вот это. Я говорю, не делает она вот это, но ты все равно узнай. И я пишу, вот знаешь, я знаю, что ты это не делаешь, но мне надо у тебя узнать, потому что, ну вот, нудная она, блин. Или, допустим, а где вот твоя близкая, а покупает ли твоя близкая родственница вот на таком магазине что, в таком магазине интернет что-то нет, она не покупает там. Но ты все равно узнай, вдруг она покупает, ты об этом не знаешь. Вот это вообще трындец, люди. Так вот, если вам религия не запрещает, и вы не такие, как моя подружка, то гляньте в интернете, что такое умывальник. Деревянский. Ну, вообще, это такая банка перевернутая кверху вниз, в ней такая дырочка, и там такая палочка, на палочку дергаешь, вверх поднимаешь, и там вода капает. Так вот, там все равно вот туда иначе не получается только как намырить сначала немножко воды на губку. Мне вообще понравилось, как она отмывает жир. Эта стучка, этот гель, от парлю, из прайса лучше отмывает супер такой жир. У меня был силиконовый мешочек, в котором я запекаю курицу, ну, вообще мясо. И этот жир с этого силиконового мешочка, это средство отмывает лучше, чем, допустим, суперликовское. Я не знаю, почем сейчас оберлик стоит и сколько стоил, потому что мне его исключительно всегда дарила одна подписчица, за что и спасибо. Но тут 124 рубля за литр. Вот когда просто на губку жмешь, даже если губка влажная, его не очень надолго хватает. Но у меня таким образом не очень надолго хватает и других моющих средств. Хотя тут очень большая капелька выпадает. Побадила себе что-то в этой тарелке, в которой обычно запекаю что-то или в микроволновке грею салат делать. Просто у меня на ней лежал шнек от неудачного RALMIT RMO2 маслопресса, который я вчера сдала по гарантии, потому что у него оказался заводской брак. И вот шнек с семенами чья. Не помню, я была эту большую тарелку или нет. Ну и как-то я в итоге там салат сделала с остатками масла, смешала. Сегодня еще специально сделала в этой тарелке. Хотя у меня есть большая такая салатница. Друзья подарили еще на... Как он называется? Когда вы только заселились в новое место? На новоселье, короче говоря. Ой, яблочко упало. Ну, яблочко с земли его тоже могу помыть. Это с моей яблоней. Сегодня выхожу на балкон, смотрю, а там человек на яблоне висит. Ну, ребенок мужского пола. Я так обалдевшую. Вау! Обалдеть! Типа кто-то на яблоню залез. Он может думал, что его ругать будут. Я вообще очень хотела бы, чтобы с нижних веток, когда яблоки были еще не зрелые. Никто их не съел. Но одно дело я хочу, другое дело... Дети, люди как-то не дожидаются пока. Так, это тарелка намыливала. Не помню, намыливала ли я эту шкуку. Тут что-то последнее, наверное. Ну, на всякий случай, если дважды помыли, ничего страшного. У меня тут буквально вообще 8 минут было. И вон флэха заканчивается. Можно даже холодной водой это смывать. Я еще столько холодную открыла. Дина, пока, да. Это тестовое видео записи, как я мою посуду. Если вам зайдет, то я, может быть, запишу еще какое-нибудь. Уже более такой... Может, в другом ракурсе. Более длинное. Более длинное. Тут буквально 50 секунд остается. Так вот, он прозрачный, приятно пахнет. Аромат на тарелке не остается. Хорошо смывается, хорошо намыливается. Особенно, если его разводить один к одному. Такой довольно хороший плод недель. Я считаю, что цена-качество вообще оправданная. И даже, как бы это можно сказать, бюджетно. Последний раз я где-то за 90 рублей покупала сорти 450 миллилитров. И он такой более жидкий, чем вот эта штука. Если у вас есть пикс прайс, то есть другое место, где продают вот этот свой и оставили. Закончилось, оказывается, место на флешке. Ладно. Для того, что рука немножко влажная, я помою так. Так вот. Он хорошо смывается водой. Вот даже, в принципе, без перчатки сделаю, потому что без перчатки это лучше чувствуется. Но я стараюсь смыть перчатку. Хорошо смывается водой. Он экономичный, потому что более густой гель, допустим, со значительно сорти. И сорти я в последний раз покупала где-то 90 рублей по скидке за 450 миллилитров. А тут 124 рубля за литр. В общем, раза в два или три гуще сорти. Хорошо мыть, вот как кроспа на губку. Но мне больше нравится разводить один как на губку. Либо же вот в такую емкость наливать. И там уже просто сам себе дозатором удобно набрать. Но у меня пока в этой емкости оставки были роскоши и всяких средств для мытья посуды. Я просто хотела продемонстрировать саму губку. Я немножко ее тут намочила. У меня мимо пролилось как-то сегодня. Нажала мимо. Хорошо смывается. Хорошо смывается. Он приятный аромат, но приятный аромат только пока ты им пользуешься. Он не остается на тарелке, на посуде. И особо мне понравилось как он справляется с таким конкретным жиром. Ну, допустим, на посуде после запрещенного мяса. Если у вас есть фикс прайс, опять кто-то яблоню облусеет. Это в яблоке, кстати, там позднее. Я не понимаю, зачем они их сейчас. Но какашивают, потому что у них своих садов нет. Ну, ладно. Так вот, если у вас есть фикс прайс или в другой магазине продается продукция Павли. Вот, допустим, это СОЕ. То я вам советую такую штуку. Очень хорошее средство. Как бы и в холодной, и в горячей воде нормально смывает. Разницы нет. Но иногда я мою, смываю сразу. Ну, иногда я мою, смываю сразу. Вберу несколько ловок. Переплика. Кстати, если хотите поддержать канал, я буду рада. Я тут заказала штатив, второй, как раз за этой камерой, не дожидаясь вашей поддержки. Но если вы решите поддержать, то вам будет отдельное спасибо в птицах. Если мое видео мотивирует вас на муче, посуду или уборку, дайте знать в комментариях. Я поставлю вам сердечко. И вообще поставлю сердечко за любую дичь, что вы напишите в комментах. Даже если решите меня чем-нибудь там уколоть. Сейчас вот меня вчера попытались в каменках к одному шоу. На яблоках ничем не пахнет. Ну, в смысле, чем-то другим оно не пахнет. Только самими яблоками. Вообще, нравится ли вам, зрители, быть посудой? Я, когда мою посуду, у меня мозги отдыхают. Можно о чем-то подумать, а можно вообще ни о чем не думать. Если, допустим, вы работаете мозгом, то для разрядки хорошо получится. Ну что, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok